Погнали! Здравствуйте! Сегодня на обзоре один из самых простых и бюджетных термоконтроллеров W1209. Его успех, как и у большинства подобных модулей, заключается в широкой функциональности и низкой стоимости. У него такое количество применений, что штампуют его миллионными тиражами, а цена готового модуля становится ниже, чем стоимость некоторых его компонентов. Данное термореле может поддерживать температуру в помещении, включать обогрев или охлаждение в зависимости от температуры, включать принудительный обдув при перегреве какого-либо прибора. И в конце концов, с его помощью можно починить обычный холодильник, у которого вышло из строя штатное реле. И стоимость вот этого модуля в 3-5 раз будет меньше, чем стоимость штатного реле. Не говоря уже об услугах мастера по ремонту. Модуль состоит из платы, яркого дисплея, контроллера. Модуль оснащен тремя кнопками управления, клеммами питания и клеммами на выходе реле. Здесь располагается разъем термощупа. Здесь расположено электромагнитное реле с сухими контактами. То есть реле не выдает никаких сигналов, оно лишь замыкает или размыкает цепь вот в этих двух клеммах. Подключаете сюда разрыв вашего электроприбора и она будет управлять его работой. Данный блок реле может коммутировать как переменный ток, так и постоянный. Также в комплекте идет термодатчик в герметичном корпусе. Длина его 50 см. Щуп соответственно подключается в это гнездо. При необходимости можно заказать более длинный, либо нарастить имеющийся. Здесь всего два провода. Характеристики термореле следующие. Диапазон изменения температуры от минус 55 до плюс 120 градусов. Внимание, этот диапазон выдерживает именно вот этот вот датчик. Есть индивиды, которые рассчитывают, что у прибора за шапку сухарей будет уличное исполнение. Нет, не будет. Сам прибор нормально функционирует в диапазонах от минус 30 до плюс 65 градусов Цельсия. Влагозащиты у него нет. Напряжение питания 12 вольт. Но 14,4 вольта, это напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, данный девайс тоже выдержит. Максимальное напряжение, которое выдерживает блок реле 250 вольт переменного тока. Максимальный ток 10 ампер. Отсюда следует максимальная мощность примерно 2 киловатта. Потребление, если реле у нас отключено, 10 миллиампер. Если реле включено и горит красный светодиод, то потребление 100 миллиампер. Габариты модуля 48 на 40 и на 15 миллиметров. Вес примерно 17 грамм. Теперь важный комментарий по характеристикам. Самая большая моя претензия к мощности. У меня нет исследований, сколько процентов данных реле могут пережить сутки работы на максимальной мощности. Но по опыту могу сказать, если китайцы пишут допустимую мощность 2 киловатта, это значит, что с нагрузкой 1200 ватт прибор, скорее всего, будет работать долго и счастливо. И даже не умрет с вами в один день. А вот если нагрузить его на 1,5 киловатта без контроля температуры данного модуля, хотя бы в первые часы работы, здесь уже могут быть нюансы и различные неприятности. Лет 10 назад я поставил в родительский дом дешманский датчик света, который раз 40 в день включается и выключается. Висит на нем всего лишь одна 75-ваттная лампочка. И он работает до сих пор. Стоит в нем похожий блок реле. Он уже пережил не один десяток ламп. Но наш наивный брат любит на все деньги навесить мощности еще и запасом, а потом ругать хвастливых китайцев или искать продавца-обманщика. Так вот, чтобы избежать негативных эмоций, рекомендую заранее поставить вот такое твердотельное реле вот с таким радиатором. Если вы планируете подключить оборудование мощностью свыше 1 киловатта. То есть получается каскад. Термореле дает сигнал на включение твердотельному реле. А оно уже включает основную нагрузку. За температуру отвечает термореле. За коммутацию мощной нагрузки твердотельное реле. Такое реле с таким радиатором может коммутировать мощность до 8 киловатт. Этот комплект стоит примерно как 4 таких термореле. Такое реле с таким радиатором может коммутировать уже до 20 киловатт. Опять же помните про контроль температуры в первые часы работы и запас по мощности. Функции термореле. Для того, чтобы продемонстрировать его функции, нужно его подключить к блоку питания 12 вольт. У меня есть такой регулируемый. Здесь мы выставим 12. В клемму плюс 12 вольт мы подключаем, соответственно, плюс 12 вольт. В клемму GND мы подключаем минус 12 вольт. Все, реле загорелось. Температура действительно 25 градусов. Жарит у нас батарея на полную. Итак, у нас есть кнопки SET, PLUS и MINUS. Это все кнопки, которыми мы можем управлять. Нажимая на кнопку SET, мы входим в режим установки температуры выключения. Например, нам нужно выставить 30 градусов. Нажимаем кнопку SET и выставляем 30 градусов. Пустили на пару секунд клавиши и значение у нас сохранилось. Проверяем, нажимаем на SET, значение есть. Чтобы быстро увеличить температуру, нужно зажать кнопку плюс или минус, например, и уже будут не доли градуса изменяться, а целые градусы. Соответственно, точность до десятых доли градуса. Далее рассмотрим программы данного реле. Первое – это режим работы реле. Оно может работать в режиме как нагрева, так и охлаждения. Для этого зажимаем кнопку SET. Появляется режим P0. Нажимаем кнопку SET еще раз. C – это кулинг, охлаждение. H – это хитинг, то есть нагрев. Еще раз зажимаем кнопку SET. Кнопками плюс и минус выбираем следующую программу P1. Кнопкой SET входим в нее. Это режим настройки гистерезиса, то есть разница между температурой включения и отключения реле. Например, если поставить температуру отключения 30 градусов, как у нас стоит, а гистерезис 2 градуса, то в режиме нагрева реле будет включаться при температуре 28 градусов, то есть 30 минус 2 градуса, а выключаться при температуре 30 градусов. При этих же настройках в режиме охлаждения реле будет включаться при температуре 32 градуса, а отключаться… I don't know. Правильно, при температуре отключения, то есть те же 30 градусов. Выставлено 30, текущее 26,7. Истерезис стоит на значении 2 градуса. Нагреваем. Датчик нагрелся до температуры отключения 30 градусов. Сейчас он будет остывать до 28. Все, дошел до 28 и снова включил обогреватель. Теперь поставим режим охлаждения. Тот же гистерезис 2 градуса. Теперь нужно нагреть до 32 и включится вентилятор, который остудит до 30 градусов. И вентилятор у нас отключится. Вот температура отключения плюс гистерезис 2 градуса. Включился вентилятор. Идет охлаждение. И когда упадет до температуры отключения, вентилятор соответственно у нас отключится. Отключился. Гистерезис можно установить от 0,1 градуса до 20 градусов. Чем меньше будет значение гистерезиса, тем точнее поддержание температуры. И соответственно больше износ реле и подключаемого прибора. Из-за частого включения-отключения. Программа P2. Это установка максимальной температуры, начиная от 120 градусов. Программа P3. Это установка минимальной температуры, начиная от минус 55 градусов. Программа P4. Это калибровка температуры термореле. Если вам кажется, что китайское реле врет относительно вашего китайского же цельсовского градусника, то с помощью этой программы можно сделать так, чтобы врали они одинаково. Компетировать можно до 10 градусов в обе стороны. Вот здесь у нас теперь температура мгновенно упала на 10 градусов. То есть все работает. Сбросим эту настройку. Я китайцам доверяю. Например, так можно расширить диапазон работы реле, например, в охлаждении, и добиться нижней границы не минус 55, а минус 65 градусов. Или верхней границы в режиме нагрева. Вместо 120 градусов будет 130 градусов. Но это на свой страх и риск. Программа P5. Это задержка срабатывания реле в минутах. От 0 до 10 минут. При достижении температуры включения реле будет ждать установленное время, а потом уже включится. Это очень важный режим. Он позволит нивелировать небольшой диапазон настройки гистерезиса. То есть сначала у вас будет разница в 20 градусов, а потом еще и 10 минут помещение, например, будет дополнительно охлаждаться. И последняя программа P6. Это функция защиты от перегрева. Изначально она отключена. Кнопкой плюс нажимаете на он. Кнопкой сет входите в режим настройки. Можно выставить от 120 градусов до 0. Выставим 30, чтобы продемонстрировать ее работу. Кнопкой сет фиксируем значение. Теперь, когда мы поднимем температуру до 30 градусов. Когда температура достигла 30 градусов, реле у нас отключилось. И появились вот такие вот три тире. Если в режиме P0 был выставлен режим нагрева, то реле будет отключено при достижении пороговой температуры. Если в режиме P0 мы поставим охлаждение, то реле наоборот включится при достижении данного показателя. Зачем вводить такую настройку, если изначально мы кнопкой сет можем выставить температуру и включения, и отключения. К нам приходит только защита от несанкционированного влезания в настройки. Как бы кто не изменил уставки реле, в любом случае вырубится при температуре, которую установили вы в данной настройке. Но что делать, если кто-то влез и знает и про эту настройку, разработчик нам не сообщает. Логичнее было бы организовать следующую защиту. Добавить дешманскую термопару рядом вот с этой коробочкой. И если, например, вы меня не послушали, и нагрузили реле какой-нибудь трамвайной печкой, была бы вероятность, что эта функция убережет вас от пожара, а может быть даже спасет само реле. Работать данная защита должна была бы так. Через контакты реле пробегает ток, который сильно их нагревает. Вместо того, чтобы бесстрашно расплавиться, реле подло дает заднюю и размыкает контакты по сигналу от термопары, которая стоит у нашей коробочки. Ток перестает течь, нагрев прекращается. Вот это бы имело смысл. Однако никто вам не может помешать купить второй реле и датчик его поставить так, как я сказал. Если у вас много термореле, можно организовать рекурсию. Программы P2, P3 и P6 я лично считаю бесполезными. Если кто знает применение их, милости прошу в комментарии. Лично я часто использую это термореле для защиты оборудования от перегрева. Например, у меня есть лазерный гравер-фрезер, к нему компрессор, который в жару здорово нагревается. Реле с уставкой на 65 градусов его отключают в случае чего. Это были все режимы. Чтобы вернуть реле к заводским настройкам, нужно зажать клавиши плюс и минус. Высветится три восьмерки, и реле вернется к заводским установкам. Реле имеет энергонезависимую память. Настройки не будут сбрасываться при отключении электричества. По умолчанию стоит температура 28 градусов. Мы, например, 28,5 поставим. Эти настройки сохранятся. Выключаем питание. Включаем питание. Проверяем настройки 28,5. Настройки все были сохранены. Чтобы не быть голословным, подключим сюда прибор какой-нибудь на 220 вольт. Обратите внимание, что работу надо производить на какой-то диэлектрической поверхности, потому что вы очень легко можете замкнуть либо низковольтную часть и просто сожжете реле, либо ударитесь током, потому что здесь у нас уже будет 220 вольт на вот этих двух выводах. Здесь у нас пойдет 220 вольт. Один провод у нас будет подключен в разрыв, а второй пойдет напрямую к прибору. В качестве нагревателя у нас будет термофен. Значит, одну часть я цепляю на один конец вилки. Выставляем температуру. Пусть это будет 82 градуса. Проверяем, в каком режиме у нас работает термореле. В режиме кулинг сейчас она работает, а нам надо в режиме нагрева. Троле включилось, потому что температура у нас сейчас не 82 градуса. Теперь нагреваем наш датчик. Все. Температура превысила значение. Сейчас, когда она остынет, прибор снова включится. И так цикл будет бесконечный. И обратите внимание, я рукой чуть ли вот сейчас не дотронулся до вот этих оголенных контактов. 220 это очень опасно. Отдельно к данному реле можно приобрести акриловый корпус, который облагородит внешний вид данного реле и не позволит случайно пощупать высоковольтные контакты у данного термореля. Многих смущает, что реле не работает прямо от 220 вольт. Этот недостаток решается любым блоком питания ACDC на 12 вольт. Да, получается два звена, но зато выше ремонтопригодность. Если это термореле поместить в корпус, добавить шнур, вилку, розетку, то можно самостоятельно сделать похожий термоконтроллер, который будет удобно использовать с обычными бытовыми приборами. Если при этом добавить вот такой вот модуль циклического реле, то можно получить прибор более функциональный, чем тот, что я рассматривал в этом видео. На нем можно будет реализовать практически любой сценарий управления температурой. С другой стороны, с желтым чемоданом вы заработаете деньги на готовые версии быстрее, чем вот это вот все соберете в кучу. За это я вам вручаюсь. Я в курсе, что каждый второй снял обзор про термореле W1209, однако через меня прошла не одна сотня таких реле, и лично я сделал десяток схем на его основе. Так что я тоже могу причинить пользу своим роликам и отметить что-то новое. Эти и другие товары вы можете приобрести в моем профиле Авито, ссылка в описании. Также я добавил ссылку на Алиэкспресс. Поскольку цены я поддерживаю плюс-минус похожие, выбор между Алиэкспресс и моим профилем будет не так очевиден. Тем более, что доставка от Алиэкспресс занимает от двух до восьми недель, а доставка с ДЭК или Авито до одной недели. Более того, товар можно пощупать и проверить, так как есть самовывоз из Санкт-Петербурга. В моих профилях огромное количество товаров для электронщиков и тех, у кого уже, казалось бы, все есть. Там легко найти недорогой, оригинальный, а главное, очень полезный подарок для ваших близких. Отзывы на профиль говорят сами за себя, я никогда не просил, чтобы их оставляли. Но испытываю большое удовольствие, когда получаю их. Так что решил попросить вас оценить данное видео и написать комментарий под видео, вне зависимости положительной или отрицательной. Я планирую выкладывать в видео описание на все товары, что у меня есть. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Могу организовать поставку партии товаров из Китая по ценам существенно ниже, чем на Алиэкспресс. Работаю с заказами от 10 тысяч рублей, срок доставки полтора месяца. Обращайтесь. Спасибо за просмотр и удачи.